Между Богом и дьяволом и местом этого сражения душа человека. Да, это здорово. Это здорово. Я знаю, что, конечно, искушение в человеке сидит очень прочно. И насколько человек готов с ним бороться, это зависит от того, насколько он верит в Бога. Чем больше верит в Бога, тем легче ему бороться с искушением. И с дьяволом в том числе. Я думаю, что ежедневно и мы, каждый из нас, и ты, и я, и любой другой, и политики, и украинские, и американские, и российские стоят перед выбором. Ежедневно быть с Богом или быть со злом. С добром, будем называть, или со злом. С Богом или дьяволом. К сожалению, в мире часто происходит, что люди избирают противоположное добру, избирают зло от дьявола. И вот тогда в странах, тогда ничего, становится ничего не понятым. Почему все есть для счастья и нету счастья? Это, видимо, когда те люди, которые ведут страну, становятся не на сторону добра. Хотя говорят о добре. Да. Ну, ты правильно говоришь в этом плане. Но я, понимаете, сейчас, во-первых, у наших современных политиков, если говорить о нашем, если в общем говорить, можно и в общем говорить, то они, скорее, Бог для них прикрытие. К сожалению. Бог, они оправдывают все якобы Богом. Но на самом деле, 95% их поступков от дьявола. Не от Бога. А от любви к власти, от любви к деньгам, от любви к богатству. А, к сожалению, я не могу сказать, что они думают о народе и думают о Боге. Интересно. И вообще я не знаю ни одного политика, которая бы не могла прикрыться Богом. Они всегда вначале декларируют Божье, Божье, Божье. А делают-то они все равно поделали. Об этой спекулятивности в духовной жизни говорил никто иной, как Господь Иисус Христос. Он сказал, что не все будут в Царстве Божьем, кто вспоминает меня. И он говорил, не вспоминайте мое имя в Туне. Ну, просто так. Это тоже грех. К сожалению, люди, которые... Ну, это гениально, о котором мы вспоминали из речения. Завевал полмира или полцарства богатисты. Что пользует человеку, если он завоюет весь мир, а душу свою сгубит, потеряет. Идеально. Да, я думаю, что они просто не задумываются, потому что в последнее время в мире пропало такое понятие духовное, как страх Божий. Это не страх человеческий, это не страх наказания. Это такое особое состояние, когда ты делаешь не то, что ждет от тебя Творец, который создал тебя вот в этой ипостаси, в этом мире. Ну, я думаю, когда наступает такое прозрение, прозрение у человека, он становится другим. А ты не думаешь, что вот в каждой стране... Что прозрение наступает, я не думаю. Прозрение не наступает. Я говорю, если наступает такое прозрение. К сожалению, для многих такое прозрение... К сожалению, здесь дьявол правит бал. Царство денег, богатство, оно захлестывает настолько, что, к сожалению, нет времени оглянуться назад. Я знаю, у меня есть одна очень хорошая духовная моя сестра, и будем называть сейчас фамилию, которая занималась нашими... Ну, во многом приходили к ней. Ну, вот были наши крутые, как они раньше назывались. Да, да. Не бандиты, а как... Ну, крутые, да, ну, я не знаю, там, не важно. Ну, бандиты на уровне... У нас был период в истории такой. Да, ну, как их назвали, я не знаю. Не помню, ну, крутые. Не важно, понятно. Первые крутые. Фамилии не будем называть. Не композиторы, а первые крутые. Да, фамилии не будем называть. Так ведь они тоже, хотя они делали безбожие дела, но они считали, что это все по-божески. И она их предупреждала. Учтите, будете помирать в муках. И со многими так и случилось. Да. Они этого не понимали. Они думали, что все-таки это по-божески. Вы знаете, ты знаешь, Игорь, что мне кажется, вот сейчас, когда ты сказал одну фразу, у меня такое прозрение появилось. Ну, я, в общем, и знал об этом раньше. Люди, у людей нет этого страха, потому что они не знают Библии. Вот, например, ты сказал такую вещь, что они в муках умирали, потому что наказание пришло. А в Библии сказано, Бог поругаем не бывает. То есть всегда приходит хулаш, Бога это же не только слова, это сама жизнь. Я всегда говорю, как бы я красиво не проповедовал, или вы, или любой там патриарх, или папа римский. И самое главное наша проповедь – это наша жизнь, по жизни нашей смотрят, какие мы. Поэтому, как бы они ни спекулировали политики словами о Боге, о духовности, главное то, что для людей – это их жизнь. Поэтому, от того, что они не знают Библии, от того, что народы не знают Библии, многие не знают. Вот тогда для них непонятно, что Бог поругаем не бывает, и что за все приходит возмездие, хотя наш Бог – Бог любви. Добавляю тебе к этому, они и при жизни получили. Бог их решил главного – чувствовать себя человеком. Они не могут пользоваться ни этим небом, ни этой землей, они не могут это через себя пропустить. То есть у них пропадает механизм восприятия. Они становятся заложниками своих дел. Своих мелких, по сути. Ни мелких, ни крупных. Нет, мелких по сути своих. Да, все, они заложники, им не надо это все. Даже богатство их не спасает. Они не могут им насладиться. Они не могут насладиться этой травинкой, потому что они ее могут купить. Не могут насладиться, вот солнце бы они бы тоже купили себе, и луну бы купили, и звезды бы купили. Но нельзя, к сожалению. Остальное они могут купить. В сказках и сказок мы знаем многих народов, что есть вещи, которые купить нельзя. Есть, нельзя купить благословение Бога, ни за какие взятки, ни за какие мохнатые лапы. Нельзя, нельзя купить траву. Можно купить траву, смотреть на нее, но нельзя купить любовь. Нельзя купить любовь. Да, любовь могут демонстрировать нам, но купить нельзя. Нельзя купить то, что для тебя остается, если я правильно понял, что для тебя остается мерилом измерения твоих отношений с Богом. Это совесть, как ты сказал. Нельзя купить совесть. Совесть и любовь не продаются. Я хотел бы, чтобы ты, может быть, что-то сказал еще людям, которые слушают нас сейчас. Твои слова будут переведены на многие языки. Вот скажи какому-нибудь такому собирательному образу. Вы знаете, что, настолько трудно сказать что-то емкое, нужно что-то придумать. Наверное, все-таки... Пожелать. Наверное, все-таки нужно, вот как мы говорили, человек должен оставаться человеком. И главное его отношение – это чувствовать, уметь любить, уметь ценить все прекрасное, все то, что дал нам Бог. Раковоствоваться в этом жизни, не позволять себе плохих поступков, наверное, так. Можно еще что-то емче. Можно придумать, наверное, то, что... Но для меня все-таки главное, что Бог нам подарил этот мир. И мы должны радоваться этому каждый день. Утром просыпаться с мыслью о том, что мы созданы для того, чтобы жить и приносить в этот мир добро. Спасибо, Игорь Дмитриевич. Я бы хотел несколько слов добавить. И после этой, как бы, расчудесной беседы в одном из тихих и прелестных, прекрасных уголков мира, в Орзеле, я бы хотел добавить, что, да, я думаю, что благословение, в благословении нуждается каждый народ, каждый человек. Но многие забывают, что благословение может прийти только лишь после покаяния. Надо покаяться в своих ошибках, в своих грехах, а тогда уже может Господь дать благословение. А люди в нашей жестокой, циничной жизни, привыкшие все покупать иногда, они хотят благословения, не покаявшись в своих грехах. Такого не бывает. Я хотел бы просто просить Господа, чтобы Он дал благословение особое этой земле Украины, напоенной щедро и слезами, и потом, и болью, чтобы Он дал благословение. Но для этого нужно покаяние. Я также советую всеми себе, в первую очередь, что есть такое понятие святости. Мы все загрязняемся в этой жизни, когда, ну, суета, рутина нас касается, загрязняет. Но есть понятие святости Бога. Вот если мы можем в святости Его очистить немного себя, это тоже помогает в этой нечистой часто жизни грешной. Я вспомнил сейчас, чтобы закончить нашу беседу, Игорь Дмитриевич, я вспомнил невероятные слова.